Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Какая-то немного наркоманская новость пришла из РУДН, Российского университета дружбы народов. Не, на самом деле там все нормально и серьезно. Биологи университета вместе с коллегами из Иордании и Малайзии выяснили, что компоненты зеленого чая снижают вред от кальяна. Но описание эксперимента на меня производит немного накуренное впечатление. Биологи проверяли действия эпигалокатехин галата на 48 взрослых мышах, которых разделили на несколько групп. Одна группа вдыхала дым кальяна со вкусовой добавкой, другая – без нее. Некоторые мыши за 7 получали дозу эпигалокатехин галата, а остальные не получали. Ну и так далее. Все как положено в экспериментах и, повторюсь, вполне серьезно. Работа опубликована, выложена в открытом доступе, ссылка есть в сообщении, можно почитать. Но я так и представляю себе, как биологи сидят такие, беседуют, и вдруг один из них говорит – «А давайте мышей кальяном накурим и посмотрим, что получится». И все такие – «Не, не прикольно». Тогда другой говорит – «А давайте мышей сначала кальяном накурим, а потом чаем напоим и посмотрим, что получится». И все опять – «Уже лучше, но еще не прикольно». Тогда третий биолог говорит – «А давайте мышей сначала кальяном накурим с разными вкусами, а потом чаем напоим и посмотрим, что получится». И все такие – «О, а в этом что-то есть». И тогда четвертый биолог, самый мудрый научный руководитель, говорит – «А давайте 48 мышей сначала кальяном накурим с разными вкусами, потом чаем напоим, а потом посмотрим, что получится». И все такие – «Да, точно, погнали, работаем». И все, и понеслась. Изучал на Медне подборку лучших лос-анджелеских чайных. И там, среди неплохих на первый взгляд, но достаточно характерных для современного чайного рынка проектов, нашел две чайных комнаты в стиле, который можно назвать хоть классическим, хоть колониальным, хоть викторианским. Но это когда много света, цветов, как настоящих, так и нарисованных, и финтифлюшек. Вообще, надо сказать, в США чайных проектов в таком стиле довольно много. Особенно на классическом юге, том самом, с которого всех унесло ветром. И в Калифорнии тоже. Так что для американцев в таких проектах ничего необычного нет. Традиционная старомодная милота. Но так как у нас традиционная старомодная милота выглядит иначе, за подобные проекты глаз цепляется. Они на автомате кажутся или вычурно-жиманными, или утонченно-аристократичными. Тут все зависит от эмоционального настроя наблюдателя. Короче, одна из таких чайных работает в Хантингтоне. Это библиотека, художественное собрание и ботанические сады, расположенные в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Чайная в этот культурный кластер вписывается просто чудесно. Она называется Rose Garden Tea Room и работает в эталонном британском стиле. С этажерками, сэндвичами, игристым и посадкой как в помещении, так и на шикарной террасе. Вторая чайная называется Rose Eblan Tea Room. Произносить нужно именно так – Rose Eblan, потому что там все розовое, белое и рафинированное французское. Работают наши розовые и белые лос-анджелеские чайные коллеги с французскими чаями, в том числе с чаем парижского бренда NINAS. Это такой вычурный французский проект, продающий, кроме всего прочего, пижонские купажи с отсылкой к эстетике Марии Антуанетте. А стилистика подачи чая в розово-белой лос-анджелесской чайной с французским акцентом все равно британская. Так что если вам в Америке вдруг захочется попить французского чая в английском стиле в комнате с розовыми стенами, то попробуйте сначала сходить не к психиатру, а в Rose Eblan Tea Room. Милейшее место. И это была «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Удачи!